анализ в многообразиях лекции 5. Мы с вами в прошлый раз закончили тем, что мы обсуждали векторы, касательные на поверхностях в афинном пространстве. И мы обсудили их, как они устроены, как векторы скорости кривых. Мы обсудили, что на самом деле их можно писать в базисе, состоящем из вот этих вот R, U1, R, UK. И что на самом деле они при этом имеют координаты, которые преобразовываются ровно так же, как преобразовывались координаты векторов в уменных координатах в афинном пространстве, а именно они просто умножаются на маток Цуякубе замены. Это очень важное обстоятельство. А сегодня я хочу с вами начать с того, что обсудить векторы как дифференцированные. Здесь есть некоторая проблема. Проблема, эту я ее кратко упомянул в конце. Значит, давайте мы посмотрим, что у нас происходит. Вот у нас есть поверхность. Давайте я буду рисовать ее для наглядности одномерной. Какая-то такая одномерная поверхность. Вот у нас есть какая-то точка. Вот у нас здесь есть касательный вектор, пусть он будет V. И вот у меня есть какая-то поверхность сигма. И вот есть у меня поверхность, которая задана на сигма, и пусть она у меня будет гладкая. Ну, мне на самом деле нужно, чтобы она была дифференцирована хотя бы один раз, поэтому можете считать, что гладкая это как минимум c1. Если я захочу определить дифференцирование вдоль вектора ровно так же, как я это делал раньше, то что дифференцирование вдоль вектора v от функции f в точке a, я захочу определить его вот так вот. Значит, я беру f в точке, вот у меня здесь вот есть такая вот точка, которая a плюс epsilon v, это f от a плюс epsilon v минус f от a, и все это поделить на epsilon, то у меня будет здесь сложность. Сложность это она заключается в том, что у меня на самом деле вот эта точка a плюс epsilon v, она не принадлежит поверхности, а поэтому, строго говоря, значит, у меня вот эта вот штука, она не определена. Значит, вот такое вот обстоятельство печальное. Значит, поэтому как бы у меня здесь, значит, нет, казалось бы, способа это дело вычислить. Очень хорошо, а давайте я сделаю вот что, да, значит, я вспомню, что, как мы с вами обсуждали, на самом деле, если у меня есть гладкая функция на поверхности, что можно считать, что она ограничение какой-то гладкой функции, значит, определенной в некоторой окрестности этой поверхности, да, значит, значит, напоминание, мы это обсуждали, напоминание, да. Значит, существует f, значит, определенная в окрестности сигма, значит, такая, что первая, значит, f у нас гладкая, вторая, f, ограниченная на нашу поверхность, равна нашей функции. То есть, другими словами, это значит, что мы гладкую функцию с поверхности можем всегда продлить гладким образом в какую-то ее такую окрестность, маленькую, да. Давайте мы заметим при этом третью, значит, вещь, то есть замечание. Значит, это продолжение, это продолжение f не единственное. То есть, вы можете продолжать совершенно разными способами, да. Поэтому, значит, мы можем сказать, да, давайте мы скажем определение, да. Мы скажем, что вот это вот, то есть, сейчас, почему тут а, значит, производное вдоль v, значит, f от а, это у нас по определению просто производное от продолжения, да. Значит, вот эта штука, она у нас полностью определена, да, но надо доказать, что эта штука у нас не зависит от продолжения, да. То есть, надо доказать, что это не зависит от выбора f. Очень хорошо, а давайте мы сделаем вот что. Вот, смотрите, как бы, вот v у нас, это касательный вектор, да. Значит, мы дифференцируем только вдоль касательных векторов. Это важно. Только вдоль касательных векторов к поверхности. Отлично. Что это значит? Это значит, что есть какая-то такая кривая, что вектор v является ее вектором скорости. Следовательно, мы все время определили касательные векторы на поверхность, как вектор скорости кривых. Существует у нас, значит, кривая, значит, гамма на сигма, такая что-то. Ну, первое, значит, давайте мы напишем, что для любого t, ну, имеется в виду для любого t из области определения, да. Значит, у нас гамма от t, она принадлежит сигма. Значит, можно считать, что у нас гамма от нуля это точка А. Третье, можно считать, что вектор скорости, значит, в нуле это у нас спектр b. Вот. И я хочу посчитать, что я хочу взять и посчитать вот такую штуку. Давайте я буду брать f от гамма от t. Смотрите, как бы у меня гамма лежит на поверхности сигма, поэтому f в точках гамма от t, оно полностью определено. Да. И я хочу посчитать производную при t равном нулю. Вот. Вот. Эту штуку можно считать в совершенно разных координатах, да. Значит, давайте я напомню нашу ситуацию. У нас, значит, есть наше объемнующее афинное пространство. Мы, благодаря выбору, значит, некоторой афинной системы координат, сейчас неважно, что она прямоугольная, просто какая-то афинная система координат, отождествляем ее с rn. Тут у нас тогда есть, значит, пятикактовые координаты, да. Значит, здесь у нас есть область наших параметров, они же локальные координаты, да. Вот у нас d, вот у нас отображение r и образ его, значит, это вот наша поверхность сигма. Давайте напишу эту стрелочку более длинной. Смотрите, давайте я сейчас сделаю это вычисление в глобальных координатах объемующего пространства, да. Значит, пусть у меня, значит, гамма от t, значит, в координатах, значит, x1, xn. Значит, что это такое-то? Значит, это у меня тогда просто, значит, x1 от t и так далее, xn от t. Да? Очень-очень хорошо. Тогда у меня, что, что значит будет? У меня, значит, вот эта вот штука, да, значит, t равно 0. Она у меня равна чему? Ну, значит, на поверхности эта штука совпадает у меня с продолжением f, так видите. А это у меня, чего это такое, да, это значит, у меня производные по t от f от x1 от t и так далее, значит, xn от t при t равно 0. Ну, что это такое, как бы? Это просто правило дифференцирования сложной функции здесь, ничего больше здесь не происходит, да. Значит, у меня будет, значит, производная f по i-той координате x, да, в этой самой точке, да, умножить на производную этой штуки от t, значит, при t равном 0. Так, давайте, значит, мы заметим, что у нас здесь вот есть вот это и здесь, и вот здесь, поэтому, значит, здесь поднимается суммирование по i. Да, это самая обычная, значит, формула дифференцирования сложной функции. Отлично, подставляем, значит, t равно 0. Значит, что у меня будет? У меня будет, значит, частные производные эти, вот, да, где? Ну, смотрите, вот, внутри у меня просто будет стоять координаты точки А, поэтому это будет в точке А, да, а с другой стороны, значит, это будет умножить на x точкой и t в нуле, а это просто координаты вектора v, да, смотрите, вау, что это такое? Это знакомая формула, да, это просто у нас ровно-таки производные функции вдоль вектора v в точке А, да. Смотрите, давайте мы заметим вот такую вещь, что вот это, может быть, зависит от выбора продолжения. Ну, смотрите, как бы, вот эта штука, смотрите, здесь у меня берутся только значения f в точках гамма от t. Но точки гамма от t они лежат на поверхности, на самой, поэтому здесь от выбора продолжения ничего не зависит, да. Значит, не зависит от выбора... f большого, да. Ну, смотрите, у меня две вещи равны. Левая часть не зависит от выбора продолжения, а правая часть, она может быть зависит. Да, она на самом деле тоже не зависит, да, поэтому, значит, я должен взять написать, и что вот это, значит, тоже не зависит от выбора f. Поэтому, смотрите, как бы я, вот когда я вот взял и определил ее, значит, вот таким вот образом, как и раньше, да, вот, значит, где-то там вот через разность и через предел, там эта штука, она зависит как-то от выбора продолжения, казалось бы, а на самом деле нет. Поэтому, значит, следовательно у нас, значит, вот эта штука, она определена корректно. Вот. Вы мне можете спросить тогда, а скажите, пожалуйста, как бы, вот у нас же тогда вот эта часть, она зависит от выбора пути. У нас же, как бы, одному и тому же касательному вектору могут отвечать разные кривые гаммы. Но, хорошо, ответ, смотрите, вот эта часть, она не зависит ни от какого выбора пути, да, но тогда и эта часть не зависит от выбора пути, да. Но это как в математике часто бывает, у вас есть а и есть б, а зависит от чего-то, а б зависит от чего-то другого, и они равны. Но тогда они, на самом деле, не зависят ни от того и ни от этого, да. Поэтому, значит, смотрите, у нас определена корректно, но я подчеркну еще раз, для касательных векторов вы. Потому что у вас это рассуждение, а оно работает только для касательного вектора, потому что касательный вектор, вектор скорости кривой, лежащий на поверхности. А если вектор не касательный, то этот кривой у вас работать не будет. Так, я извиняюсь, мне надо убить телефон, потому что это совершенно не вовремя. вот, значит, дальше, что мы хотим здесь сделать дальше. Значит, вот мы, значит, получили производную вектора, производную функцию вдоль вектора, да, легко понять, что она будет у нас дифференцированием, да, она будет удовлетворять всем тем аксиом, который у нас будет. Да, поэтому мы можем определить понятие дифференцирования гладкой функции на поверхности, да. Значит, можем определить. Значит, понятие дифференцирования, значит, гладкой функции на поверхности, в точке, в точке, да. Значит, чего это такое, значит, значит, вот F, она определена на сигма со значениями в R, значит, гладкая, да. Ну, мне, на самом деле, достаточно требовать, чтобы она, ой, срабатывание, отключая, касание рукой, гладкая, значит, на самом деле достаточно быть определенной в некоторой окрестности точки А. Гладкая, на самом деле достаточно быть определенной в некоторой окрестности а очень хорошо тогда что я говорю как бы что у меня д да она дифференцировали значит носить на поверхности в точке а если что первое дф это у вас некое число как и раньше да значит df плюс g это у меня df плюс dg значит третье это то что у нас значит там d от fg это значит df умножить на жертва эти скобки чтобы уж точно ясно плюс f от а умножить на джи смотрите это аксиомы ровно те которые у нас были там раньше тогда пусть у нас у 1 так далее у к это у нас значит локальные координаты в окрестности точки а за то что тогда мы с помощью того же самого рассуждения которого у нас было до единственное что давайте их потребую чтобы это было ци бесконечные гладкие в силу тех же причин которой я уже я уже вам говорил да значит вот утверждение абсолютно также значит для любого дифференцирования она имеет вот такой вот вид отлично давайте сделаем следующее значит вот у нас пусть у нас теперь будет какой нибудь значит касательный вектор w я бы уже использовал касательный вектор w и в этой самой точке ну вот мы уже знаем что его можно взять и записать в этом вот в базисе из векторов r уитых да но напишусь там в точке а который у нас проезжает касательное пространство мы сами обсуждали что у нас касательное пространство она порождается производными вот это самая по локальным координатам отлично как мы с вами знаем это чего значит это значит на самом деле можно рассмотреть путь путь значит гамма ацеток смотрите я вы теперь напишу не в глобальных координатах такой что чего нам нужно чтобы у нас значит там гамма от нуля равнялась у нас этому вектору то есть значит если у нас значит а имеет координат и у 1 0 и так далее у к 0 значит в этой локальной системе координат значит у нас значит у и ты от нуля это у нас просто вот такая штука у и тс . 0 это ровно вот эти самые вот координаты отлично мы тогда знаем что производная вдоль этого w от f в точке а это у нас будет значит вот эту систему уже делал это глобальный куканат зарación с ярлалл Т 33 billion cq тотú 1 1 и так далее рук bones ты У меня будут производные по локальной координате уитой в точке А умножить на W. У вас все, что связано с дифференцированием сложной функции, на самом деле, но у вас в любых координатах правила дифференцирования сложной функции то же самое. Поэтому у вас и формула для производной функции вдоль вектора она по-одинаковому выглядит, что в глобальных координатах, что в локальных. Ну что, сравниваем вот эту формулу с вот этой, и мы видим, что мы получили вот такое утверждение, что каждый касательный вектор, вектор W дает дифференцирование, производная в точке А, потому что я не могу написать F от А, у меня функции нет. А второе, значит, каждое дифференцирование в А получается из касательного вектора. Поэтому, значит, мы можем снова смотреть на касательные векторы как на дифференцирование, значит, они абсолютно эквивалентны, в частности из вот этой вот формулы, вот этой вот, да, следует, что на самом деле, значит, мы можем отождествлять вектор W, который, значит, имеет вот такие вот координаты. Дифференцирование, да, значит, мы его можем отождествлять с вот этим самым DW в точке А, дифференцированием DW, который у нас, значит, там, W и ты, D по D у и ты, ну, там, в точке А нужно набрать, да. Поэтому, значит, мы их, мы их настолько отождествляем, что мы снова мы будем просто, то есть, давайте я пишу, что, поэтому пишем просто, что вот они, что вот это просто ровно то же самое, то есть мы, значит, будем писать просто вектор как вот такую штуку. Мы не будем обычно писать, значит, вот вот это, потому что, как бы, но если вектор в какой-то точке, то мы, значит, это знаем. А если это векторное поле, то, значит, там все будет зависеть от точки. Поэтому, смотрите, у нас опять возникает очень удобный взгляд. Мы увидим дальше, что он является очень удобным, хотя сейчас для вас это может казаться каким-то очень путаным делом. Это очень удобный взгляд на касательный вектор. Вот. Очень хорошо, да. Ну а дальше что, значит, раз есть касательные векторы, то тогда есть дифференциальные формы, которые, значит, на них косметрические полинейные функции, значит, касательные векторы, значит, касательные векторы, тогда есть и кососимметрические полинейные функции на них, кососимметрические полинейные функции на них. если у нас есть вот поверхность к это сигма вот из там . п вот здесь есть касательное пространство в точке что касательное пространство ксигма в точке п что вот у вас тогда здесь есть просто линейные функции из этого организма пространство в в да значит они составляют у вас двойственное двойственное пространство значит вот это вот вас касательное пространство у нас тут к вектор на тогда есть к нему двойственное она обозначается обычно вот так да это по определению просто пространство двойственное к вот этому да значит это называется касательное пространство ксигма в точке а да значит вот ну и соответственно значит у вас есть векторные поля у вас есть какой-то крик на поле x у вас значит x в какой-то точке п на поверхности просто касательно вектор в сущей точке а вы написали т со звездочкой п сигма равняется чему в скобочках а тут должна быть звездочка да вот это двойственное пространство просто я хотел подчеркнуть что звездочка традиционно ставится вот там вот между т и сигма вот значит а тогда соответственно к векторное поле значит какое-то такое кси что у вас кси в точке п это у вас просто к вектор в данной точке да к векторное поле то же самое что мы говорим 1 а еще значит у нас есть значит соответственно есть кососимметрические полилинейные функции значит на вот этом самом деле т.п. сигма да значит если от к аргументов что это такое пространство как вот если у вас просто один момент этого атака и всех к то значит это пишется вот так да значит а если у вас поле вот таких объектов значит то это дифференциальная к форма то есть все ровно ровно также да при этом есть как и в области и в рядовое пространство у нас что значит если у нас у 1 у к это значит локальные координаты на сигма тогда значит у нас как что значит мы видим что у нас значит тогда вот эти самые д по ду и все давайте напишу так д по ду 1 который который у нас тогда значит базис в касательном пространстве вот из нашего вот это вот явные формулы как который вот я считал что если значит у вас в этом баре все устроен вот так то он тогда отвечает вот такому вот дифференцирование следует что у вас на самом деле вот дифференцирование вдоль вот такого вектора это просто cap о 1 а дифференцирование а вот такого вектора это частоy производ there балку к я вам очень советую самостоятельно обдумать этот вопрос. Мы будем постоянно пользоваться тем, что эти штуки у нас на самом деле эквивалентны. Тогда что? Мы уже обсуждали, что у нас тогда соответствующие дифференциалы Ой, почему у меня прошли иксы? Никаких иксов. Диавол искусил меня. Значит, Д, У, К, Т. Значит, это у нас тогда базис в касательном пространстве. И, соответственно, у нас тогда вот такие вот штуки. Значит, там Д, У и 1 внешне на Д, У и... Ой, слушайте, у меня очень плохо. У меня К это размерность и одновременно К это количество аргументов. Мне нужно здесь количество аргументов назвать другой другой штукой. Давайте назову ее П. Вот пусть от П аргументов В, А, А, П, У меня это точка. Господи, все буквы уже заняты. Выбудку. Сейчас так. Это выделить. От К аргументов значит у меня К форма. Значит, а вот такие вот штуки. Значит, где у меня я 1 строго и меньше, строго и меньше, чем и Ку. Это значит базис тогда в вот этом пространстве. Соответственно, это базис в Ку-формах. Это зависит от точки. Вот мы, значит, этим будем пользоваться. Значит, я это говорю пока так очень схематично, потому что на самом деле, когда вы первый раз в жизни сталкиваетесь с дифференциальными формами, очень трудно их понять, потому что с одной стороны это вещь нетривиальная, а с другой стороны, пока вы не понимаете, зачем они нужны, это выглядит как какая-то очень странная логическая игра, бессмысленно. Понимаете, наш разум, он все-таки уже устроен так, что мы хотим делать что-то осмысленное, а не повторять как попугай определение, да, поэтому, значит, ваш разум это может обторгать, ну, поэтому мы с ними немножко поработаем, а потом, когда у нас все-таки будет абстрактное многообразие, мы тогда вернемся к ним так вот уже более существенно, мы более пристально изучим какие-то есть многочисленные операции, как бы мы их снова там с самого нуля определим, как бы строго, как бы, то есть мы с ними еще поработаем. Теперь смотрите, значит, мы определили какие-то объекты, а сейчас мне хочется очень резко сменить тему. То, что мы обсуждали до этого, это был такой анализ на многообразиях в самом таком простом виде, а именно анализ сперва в областях ефридового пространства, а потом, значит, анализ на поверхностях в ефридовом пространстве. Ну, даже не в ефридовом, а в афинном, у меня нигде не было метрики. А теперь я хочу перейти к дифференциальной геометрии кривых и поверхностей. Давайте напишем. Значит, я преднамеренно хочу рассказать дифференциальную геометрию кривых и поверхностей до анализа на абстрактных многообразиях. Потому что если мы не увидим дифференциальную геометрию, у нас не будет никакой мотивации изучать абстрактное многообразие. Вот когда мы увидим, что дифференциальная геометрия кривых и поверхностей, она, во-первых, интересна и содержательна, а с другой стороны, она не зависит от объемующего пространства в каком-то смысле, который мы будем обсуждать. Есть геометрия внутренняя, есть геометрия внешняя. Выяв, что есть геометрия внутренняя, то мы поймем, что нам объемующее пространство не нужно, и поэтому мы можем вполне успешно работать на абстрактных многообразиях. Что такое дифференциальная геометрия? как бы, дифференциальная геометрия наука такая достаточно старая. Извиняюсь, у меня глаз чешется от простуды, поэтому я геотически вычешу. Значит, на протяжении своей истории понимание того, чем занимается дифференциальная геометрия, оно менялось. Сперва это была наука про кривизну кривых поверхностей, потом стала наука про кривизну связностей и так далее. Значит, мы будем смотреть на эту науку сперва как наука про кривизну кривых поверхностей, а потом мы постепенно перейдем к связностям в расслоениях, но по крайней мере векторных точно, главных расслоений не обещаю и к кривизне связанности. Вот, поэтому первый объект, который мы хотим обсуждать вообще, это кривизна кривых и начнем мы с самой простой вещи, это кривизна плоских кривых. Значит, такой сюжет на какое-то время кривизна плоских кривых. Здесь нужно начать с каких-то таких достаточно интуитивных вещей. У нас у всех есть какое-то чувство кривизны. Мы можем сказать, что вот это малоискривленное вещь, или вообще не искривленное, вот это больше искривленное, вот это больше искривленное. То есть мы имеем какое-то интуитивное ощущение кривизны. его... Пожалуйста, вы сейчас пишете? Да, я пишу, просто у меня подвисла связь между планшетом и компьютером. Сейчас давайте я переподсоединюсь заново. Если вы будете видеть, что у меня виснет трансляция экрана, значит, вы мне кричите, потому что я смотрю, когда пишу на планшет, а не на экран. Видно сейчас? Да, видно. Отлично. Вот кривизна плоских кривых. Вот я неxал три плоских кривых. Мы можем наградно сказать, что вот эта штука мало искривлена, эта больше искривлена, это еще больше искривлена. Вот, значит, здесь на самом деле, чтобы понять какую-то интуицию, давайте мы будем смотреть на кривую в параметрическом виде. Мы будем смотреть на кривую как на параметризованную. Параметризованная кривая. Ну, а параметризованная кривая, значит, что такое? Это траектория частицы какой-то или какого-то тела. Вот давайте представим, что это тело это вы. Вот сели ваш роскошный Bentley и погнали вдоль такой трассы. Если вы едете по такой трассе, то вам комфортно, все весело и хорошо. Если едете вот такой трассе, вас что-то начинает прижимать вбок. А вот здесь прижимает еще сильнее. Вы знаете, что есть такая штука, как центробежная сила. Центробежная сила, ну как сила это в общем-то масса на ускорение. Так ведь? Отлично. Очень хорошо. Давайте мы будем считать, что масса у нас равна 1. Тогда сила просто равна на самом деле ускорению. Поэтому давайте мы просто скажем, что кривизна у нас это просто длина ускорения. А ускорение это что такое? Это просто вторая производная. мы скажем, отлично. Почему бы нам не определить кривизну вот таким вот образом? Тут есть такая сложная. Вы знаете, что если вы едете на велосипеде, то эта стабежная сила такая маленькая. А если на автобусе уже больше, на галст-ройсе еще больше, а на гоночной машине вдруг вы купите себе феррари, то будет вообще очень сильно. И мы понимаем, что это ускорение, зависит еще от скорости. Может быть разное, поэтому давайте мы постараемся фиксировать скорость. То есть мы будем говорить, кривизна это ускорение при скорости равно 1. Почему я выбираю массу 1 и скорость 1? Потому что надо что-то фиксировать, а какая есть самая естественная константа единица. Какая еще константа? Самая самая естественная. Давайте несколько формализуем. Что мы здесь сделаем? Мы дадим такое определение. Параметр T на кривой гамма T смотрите эта кривая может быть внутри значит евклидового пространства любой размерности будет описать E N евклидового пространства называется натуральным если длина вектора скорости постоянно и равна единице параметр он натуральный если длина скорости постоянно и равна единице значит E N это что такое это у нас афинное пространство и еще пускулярное произведение Евклидова Евклидова пускулярное произведение нам проще сразу выбрать там ортогональную декартовую систему координат значит X1 и так далее XN значит ортогональная декартовая стима координат тогда у нас значит просто гамма у нас какое-то такое отображение значит из АФБ В Р А В Отлично хорошо значит мы дали оплетение того что параметр на чего и называется натуральным да как бы тут возникает несколько естественных вопросов у математики всегда бывает ли так что на кривой есть натуральный параметр значит можно ли перепараметризовать кривую так чтобы параметр был натуральным если одну и ту же кривую можно запараметризовать двумя разными параметризациями так чтобы они были обе натуральными как отличаются эти параметры ну давайте мы с этим поработаем да вот смотрите пусть у меня есть какая-то кривая да она давайте я выберу там какую-нибудь точку вот она у меня т равно т 0 я буду отчитывать длину от этой точки до точки или от т вот я здесь какую-то точку давайте значит у меня вот это вот у меня вот этого . гамма т 0 на вот это вот не . гамма я буду говорить что или от ст это значит у меня длина ориентированная длина ориентирована длина гамма от 0 до гамма ориентирован это знаешь что смотрите уважена кривой есть такое естественное направление что открываем вас 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 про металлоганная кривая навсегда ориентирована у вас есть естественное направление а именно куда вы движетесь когда параметр возрастает вот я стрелочкой нарисовал до параметры у вас растет и вы значит вы в какую сторону если мы если мы от 0 движемся к т в эту сторону то есть т больше чем т 0 тогда длина положительная она будет отрицательная очень хорошо значит вы тогда знаете формулу для для или от т это у нас просто интеграл от 0 и до т значит от длины гамма с точки от формула просто из анализа как установлена длина очень хорошо давайте мы заметим тогда что пусть кривая у нас регулярные пусть кривая регулярные пусть кривая регулярные тогда здесь мне какая-то напряженная кафедральная переписка давайте ликвидирую мессенджер хотя бы на компьютере хотя у меня сейчас и давайте выключу звук телефона потому пусть кривая регулярные тогда смотрите дл по дт ну как дифференцировать интеграл зависящий от параметра да смотрите параметр t входит у вас только вот сюда вот эти вот здесь вот это просто внутреннее переменное интегрирование если хотите вот это т и вот это т можете переменовать в с т там q п любую букву а вот это т это вот вот это как вы будете дифференцировать у вас после дифференцирования будет вот ровно интегральная функция а если кривая регулярная тогда что значит вектор скорости ни в какой точке не обращается в ноль а значит его длина тоже так отлично тогда что значит смотрите по теореме об обратной функции существует значит гладкая функция т как функции отель обратную вот или вас функция ты а еще а еще обратная значит как ты как функции отель да да что значит тогда значит мы берем гамма от ст которую параметрируем через л и и мы видим что у нас тогда кривую можно параметризовать через длину параметризация кривой через ориентированную длину таких параметров много потому что у нас дело зависит от выбора начальной точки где у вас стала точка который вы отчитываете длину и выбор он определяет вас такой параметр смотрите утверждение незамысловатые утверждение что и натуральный параметр то есть если вы параметризуете кривую ее длиной это натуральный параметр ну самом самом деле да как бы что нам нужно сделать нам нужно взять и найти тогда длину производные гамма по и так ведь мы должны доказать что эта штука равна у нас единицы но отлично давайте пользоваться на правом дифференцирования сложной функции это будет дагамма по дт на дт по дл но отлично уже здесь меня давайте мы заметим только что здесь будет вот что значит вот это вот у нас вектор а вот это вот число число можно вынести отлично ну смотрите по правилу дифференцирования сложные функции по теореме об обратной функции да у нас вот эта штука это будет вот вот этой штукой потому что у вас производная обратная функция она просто обратная производные исходные функции да то есть вот здесь вот у нас сидит теорема обратной функции отлично смотрите мы же это производная дель по дт мы ее считали это у нас просто значит поэтому будет единица поделить на дигамма по дт умножить на дигамма по дт будет просто один вот и все поэтому смотрите у вас на каждой кривой есть как минимум один натуральный параметр это длина отчитываемая от какой-то точек очень хорошо пересмотреть вот у вас параметр делится на две группы да первый параметр это тот что у вас параметр что у вас что у вас движение по чего идет в одну сторону а другие параметры те которые в другую сторону да утверждение значит пусть с натуральный параметр значит а и ориентированная длина и с и л одинаково ориентируют кривых так то l минус с это константа смотрите это значит у вас на самом деле все натуральные параметры одной ориентации да они у вас отличаются просто двигаем на константу ответ очень простую вы смотрите длину можно считать в любом любом параметре да это известный факт что длина и длина не зависит от параметризации кривой поэтому у вас или как функция от с это будет интеграл там от с 0 и до с от д гамма по ds на ds смотрите это же длина она равна единице так как у вас с натуральный и тогда что еще что это такое будет это будет просто интеграл от с 0 и ds от единицы ds это будет просто с минус с 0 это у нас у нас получается что l минус с равно минус с 0 а это у нас константа вот и все поэтому смотрите на каждой кривой каждую кривую можно перепараметризовать натуральным параметром да значит он у нас и он нас оказывается к лен с точностью до просто сдвига на константу от какого-то параметра вот поэтому да можно вопросов как еще раз мы говорим что значит одинаково ориентировать кривой посмотрите когда у вас на кривой есть параметр у вас есть направление движения понимаете вот у вас может быть так что когда параметр растет вы движетесь в эту сторону а может быть что когда параметр растет вы движетесь в эту сторону поэтому когда у вас есть параметр он сдает вас ориентацию до или значит или или вот такую и вот такую понимаете это вас все параметры на кривой регулярно они делятся или туда и сюда а да я понял и же тоже параметр вот эти иногда грубо говорят что любой натуральный параметр это длина отчитывая от какой-то точки в этом и есть некоторое такое смысла что ваша кривая бесконечная дата вы можете всегда сдвинуть начальную точку так чтобы у вас данные натуральный параметр был длиной отчитываемой данные окончательно и точки но это так грубо потому что не всякая кривая имеет бесконечную посStill это все криво и ними от 3 и вы скажете вот вас натурально на параметр который у вас где-то там посреди кривой имеет значение миллион вы не можете так выбрать начальную точку чтобы вот очень хорошо когда значит мы уже готовы дать определение значит кривизна значит кривой значит и гамма в евклидовом пространстве значит равна длине в этой точки ускорения этой точки ускорения по отношению к натуральным параметрам то есть вот у вас есть какая-то кривая вот вы взяли какую-то точку п вы сказали что окей это точка п это гамма от с где там с 0 где с где значит с гамма от с это у нас натуральная параметризация тогда значит у меня кривизна в точке п она же там в когда кривизна от с 0 это просто значит гамма с двумя точками с 0 абсолютная длина незамысловатое утверждение кривизна не зависит от выбора натурального параметра ну сами смотритесь вас есть какой-то с и какой-то там сигма значит натуральные параметры пусть у вас скажем сигма это с плюс какая-то константа они же все отличаются на константы если они одинаково ориентированы тогда значит что ну да если не по-разному ориентированы плюс плюс минус заниматься на у вас производная по сигме это то же самое что производная значит наоборот дифференцируйте производные по F это то же самое что производные по сигма на производные сигмы по S но это же будет просто плюс минус один да это будет просто там there in the А если делать это дважды, у вас будет просто, значит, то же самое, что и здесь. Давайте, что d квадрат по ds квадрата. Это напишем. Поэтому, как бы, если вы меняете параметр на другой, натуральный параметр, пусть даже с другой ориентацией, как бы, да, у вас вторая производная, она остается той же. Поэтому, значит, у вас кривизна действительно не зависит от выбора параметра. Это чисто, действительно, геометрический объект. Вот. Значит, здесь есть еще какие-то такие вопросы интуитивные, да, можно спросить, а почему вообще нужно брать длину, как бы, ну, на самом деле, как бы, вот уже есть какое-то такое интуитивное объяснение, но смотрите-ка, вот у вас есть окружность, да. У окружности интуитивно кривизна в каждой точке одинаковая. А вот я могу ее взять и афинным преобразованием ее сплюсну в эллипс. Да, у эллипса, очевидно, в разных точках кривизна разная. Да, мы интуитивно чувствуем, что вот, например, в этой точке кривизна больше, чем в этой. Поэтому смотрите, кривизна у вас не сохраняется при афинных преобразованиях. А при пизометриях, да, вот вы если окружность вертите, у нее ее кривизна, она сохраняется. Поэтому, как бы, интуитивно понятно, что кривизна, она имеет отношение к кифклидовому произведению, со скаляном, потому что если вы не сохраняете его, то и кривизна у вас меняется тоже. Поэтому, значит, это у вас удивлять не должно. Вот, давайте посмотрим теперь на примеры. 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 Ну, первый пример. Прямая. Ну, как прямая, взяли точку, взяли здесь какой-то направляющий вектор V, и прямая у вас устроена, как, значит, гамма T равно у вас A плюс TV. Отлично. А как это устроена гамма с точкой? Ну, это просто V. Да, а как устроена тогда длина от гамма с точкой? Это длина V. Смотрите, в общем случае это, конечно, не равно единице. Да, вот, поэтому на самом деле, давайте я исправлю, только неплохо написал V. То есть, если V не равен единице, да, длина V не равна единице, это не натуральный параметр. Хотите натурального параметра, тогда нужно написать вот гамма от S. Это будет A плюс S V поделить на его длину. Тогда вот это вот уже будет натуральная параметаризация. Отлично. А чему у нас равна тогда скорость? Да, значит, она у нас равна, значит, вот этой вот штуке, да. А чему это тогда равно ускорение? Оно равно нулю. Да, то есть у нас, следовательно, кривизна кривой, то есть кривизна прямой 0. Ну, это вполне отвечает нашим интуитивным представлениям о кривизне. Кривизна прямой в самом деле 0. У вас будет листик с задачами, скорее всего, он будет не на этой мере, а на следующий. Мы на этой мере слишком мало про кривизну успеем сказать. Вы знаете, что, наоборот, если у вас есть кривая в этих видовом пространстве с кривизной 0, то это будет только прямая. Отлично. Давайте посмотрим на пример 2. Окружность в плоскости. Ну, давайте смотреть. Мы можем ее запросто взять и запрямить ее в атаках. Вы знаете, значит, R косинус T, R синус T. А, да, кстати, из определения кривизны следует, что если вы будете делать изометрии, то кривизна кривой не изменится. Если вы ее сдвинете, да, добавьте постоянный вектор, но ускорение не изменится, да. Если вы ее повернете, это ускорение тоже будет вращаться, как бы, да, и длина его не изменится, да. Поэтому мне достаточно, поэтому я могу центр окружности сдвинуть в начало координат плоскости, с дикатовой стены координат, у меня от этого ничего не изменится, да. Ну, давайте посмотрим, что такое у меня вектор скорости, да. Ну, это значит, будет минус R синус T, R косинус T. Да, а что у меня тогда такое длина? А длина у меня будет просто R, это легко видеть. Вот эти, в общем случае, это не равно единице, да, поэтому мне нужно что-то сделать. Смотрите, в данном случае сделать очень просто. Вот смотрите, у меня есть вот такая вот параметризация, и вот если я, грубо говоря, вдоль вот этой вот окружности еду, у меня скорость R. А что я должен делать, чтобы ехать со скоростью 1? Ну, я должен ехать просто в R раз медленнее, так ведь? Отлично. Давайте поедем в R раз медленнее. Я напишу, сейчас у меня это скачет, да. Я напишу, гамма от S равно R косинус S поделить на R, да. Я еду в R раз медленнее, да. А здесь R синус S поделить на R. Отлично. Что у меня тогда будет? D гамма по D S равно, ну, правило дифференцирования способной функции у меня будет минус R синус S на R, и при дифференцировании S на R еще выскочит одна R, поэтому это все сократится у меня. И здесь будет точно то же самое, у меня будет просто косинус S поделить на R. Ну, синус-косинус, длина его тогда, значит, будет просто 1, поэтому S это натуральный параметр. Отлично. Тогда какая вторая производная? Ну, если я подифференцирую это второй раз, у меня тогда уже будет минус 1 на R косинус S на R, минус 1 на R синус S на R, да. Тогда у меня кривизна равно длине этой второй производной. Это будет просто 1 на R. Ну, давайте смотреть, насколько вообще это отвечает нашим интуитивным представлениям о кривизне окружности. Смотрите, если радиус у нас растет, у нас окружность все больше и больше и больше, тогда вы, значит, вот глядя на маленький кусочек окружности, должны отличить его от прямой, да. То есть, понимаете, вот мы, понимаете, вот как бы нам кажется, что Земля плоская, потому что радиус U очень большой, да, но вы смотрите, ведь человек из нас проходит параллель, скажем, параллель, меридиан, да, вот. Он нам кажется прямым, да, хотя на самом деле это дуга окружности. Поэтому когда радиус стремится к плюс бесконечности, кривизна должна стремиться к кривизне кривой, то есть к кривизне прямой, то есть к нулю. Ну и в самом деле, как бы, да, эта кривизна, одна R, она стремится к нулю, когда R стремится к бесконечности. Поэтому, ну да, как бы интуитивно ясно, радиус растет, кривизна падает. И вот такая вещь. Пересмотрите, как бы, а что будет, если я возьму произвольную кривую? Да, вот у меня есть какая-то там, значит, гамма от t, и я увижу, что вот у меня вот d гамма по dt, значит, не равно единице. Параметр не натуральный. Вы скажете, ну, окей, ничего страшного, надо пронтексовать длиной, да. Ну, мы тогда увидим, что L от t у нас, значит, вот такой вот интеграл d гамма по dt, значит, t, dt, да. И мы скажем, ну, окей, мы же знаем, что нам нужно тогда сделать что? Первое, взять интеграл, а второе еще найти обратную функцию. Значит, t от L, и только тогда у нас получится, значит, гамма t от L, да, натуральная параметризация. Ну, смотрите, как бы, это некоторая беда. Ну, во-первых, значит, если вы в своей жизни имеете опыт взятия интегралов, то вы знаете, что даже в задачниках, где интегралы тщательно подобраны, не все из них вы можете взять. Это зависит от вашего умения. Более того, на самом деле, это не случайно, что интегралы в задачниках тщательно подобраны. Если вы напишете интеграл от какого-нибудь функции, так вот это, значит, просто так, он у вас, конечно же, не возьмется. Не всякая функция у вас интегрирует, то есть не всякий интеграл, он берется в элементарных функциях, что называется. То есть, как бы, раньше это было очень важно для инженерного отдела, были такие там многотомные, какие-то такие справочники интегралов, которые берутся. Поэтому первая сдача, она не разрешима, на самом деле. Вторая вещь – найти обратную функцию. Ну, как, опять, понимаете, эта штука, она разрешима только теоретически. Вы вообще для каких функций знаете обратную? Ну, там х квадрат в квадратную корню. Окей, ладно, это вы еще можете почитать в столбик. Синус, арксинус. Но, понимаете, опять-таки, это просто вы, вам настолько часто нужна функция обратная к синусу, что вы привыкли к тому, что она есть. Но на самом деле арксинус вы почитать его никак не можете руками. Да вам для этого нужен какой-то метод, там, калькулятор, компьютер, или вы можете вручную вычитать через разложение в ряд Тейлора, да. На самом деле, для почти всех функций, кроме некоторых избранных, вы не можете найти обратную функцию. То есть это трансцендентное уравнение, которое не разрешено. Поэтому на практике вы натуральную программализацию найти не можете. Вот. Это не повод для того, чтобы начать взламывать руки в отчаянии и включать, что все пропало. Потому что на самом деле можно вывести формулы для подсчета кривизны кривой без натурального параметра. А для произвольного параметра я не буду это делать, у вас это будет в вашем листке, который, как я вам сказал, скорее всего, будет уже на следующей неделе. Вот. Поэтому, значит, мы для простых примеров можем почитать это руками через натуральный параметр. Но на самом деле мы можем почитать это абсолютно конструктивно. надо только уметь дифференцировать. Извиняюсь. Мы можем это почитать и в любой другой параметризации без вот этих вот ужасов. Очень хорошо. Теперь смотрите. Вот у кривой в любой размерности есть кривизна. А на самом деле вот у плоской кривой за душой в некотором смысле ничего кроме кривизны нет. А, например, у кривой в трехмерном и в любом пространстве кроме кривизны есть еще некоторая такая штука, которая называется кручение. Вот, чтобы разобраться с этим, нам нужно немножечко как-то нашу теорию, что называется, развить. Давайте мы несколько поработаем. Вот смотрите, вот у меня есть вот такая некоторая новая тема, вот у меня есть кривая, значит, гамма-атекс. извините, у вас опять, кажется... Мы опять ничего не видим. Да, подвис. Сейчас мы его... Ой, господи. Сейчас, сейчас, ничего в мире не совершено. Теперь видно? Движется? Теперь видно. Отлично. Вот, сейчас. Вот смотрите. Вот у меня здесь есть точечка. Вот так сейчас я вместо, вместо писал стекретной резинкой. Точка. Вот у меня точка гамма. Сейчас. Гамма-атекс. Смотрите, вот здесь у меня касательный вектор гамма-с точкой отекс. Давайте я введу некоторую конвенцию. Да, вот это вот вектор V от S. Это будет у меня гамма-с точкой от S. Это значит вектор скорости. Он же касательный вектор. Можно назвать по-разному. Смотрите, значит, если S натуральный параметр, тогда у меня длина V равна единице, так ведь, потому что это и есть вектор скорости. Присмотреть, мне это такая лямма, очень полезная. Вот пусть у меня есть какой-нибудь вектор A, зависящий от параметра T. И пусть у меня длина вектора A, она постоянно и равна единице. Тогда из этого следует, что на самом деле у меня A с точкой от T, вот этот вот вектор, он ортогонален вектору A от T. Доказательство этого факта, оно очень простое. Смотрите, вот если у меня верно вот это, это эквивалентно тому, что у меня скалярное произведение A от T на скалярное произведение A от T равно единице. Так, продифференцируем по T. Ну, что у меня будет? Давайте я не буду писать стрелку, это отнимает время. Значит, A с точкой от T на A от T плюс A от T на A с точкой от T равно нулю. Смотрите, всю симметричность это на самом деле вот такая штука. Смотрите, скалярное произведение двух векторов ноль тогда и только тогда, когда вот вот эти штуки два этих векторов ортогональна. На самом деле это движение абсолютно тривиально, потому что очень белое. У меня A от T лежит на окружности, а с точкой от T он касательный к этой окружности. Но вы знаете, что у окружности касательных веков всегда радиусу. То есть я ничего только эта лемма сперва может показаться совершенно поразительной, но на самом деле это лемма о том, что касательный вектор к окружности 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 и ортогональна радиусу. Ничего больше. Поэтому смотрите, вот у меня вот V от S он равен единице, да, поэтому у меня V с точкой от S, которая на самом деле гамма с двумя точками от S, всегда ортогонален V от S. Смотрите, пусть у меня кривизна, значит, только тут надо написать пусть, или там если, вот если кривизна, которая, кстати, как раз длина вот этого вектора, которая длина вектора с точкой вот этого, да, не равна нулю, тогда смотрите, давайте я введем, давайте введу такой вот вектор N от S, который вот V лишняя палочка, вот V с точкой от S, поделенный на его длину, ну, или то же самое, это значит, вектор ускорения, который я разделил на кривизну, это называется вектор нормального, вот смотрите на нашей кривой, давайте я нарисую заодно, вот у меня значит, есть вот гамма от S, вот сюда смотрит касательный вектор V от S, куда-то вот сюда вот смотрит вектор ускорения, а вот здесь у меня где-то есть вектор N от S, да, вот эти они октагональны и оба имеют длину 1, да, у меня V равно 1, N равно 1, и V октагональны N, поэтому они образуют актономированный базис, да, значит, у меня значит, вот V от S, N от S, значит, актономированный базис. Извините, а можете на секунду чуть-чуть откатиться? Сейчас, а что откатиться? Вот тут чуть-чуть подальше, там, где просто введем N и чему она равна? Ну, это просто производный вектор скорости поделить на его длину или то же самое, что ускорение поделить на кривизну. А, все, я просто не успел переписать. Значит, это называется базис Френе. Значит, французский Френе. Френе. Вот. Смотрите, он так вот в каждой точке свой, да, ну, в каком-то смысле, да, он зависит у вас от параметра, он у вас как бы так вот вращается вместе с точкой, да, поэтому на самом деле удобно рассматривать репер, да, вот если я возьму вот точку, да, вот эту самую точку, которая у нас, там, гамма от S, да, а еще я возьму вот эти самые два вектора, да, это у меня будет репер Френе. Вот. Значит, смотрите, давайте мы с вами зададимся таким вопросом, а что мы вообще можем сказать про производные, да, ну, смотрите, вот у меня, значит, вот V с точкой от S, да, смотрите, вот просто вот из нашего определения, да, смотрите, вот у меня определение, да, смотрите, вот V с точкой, это у меня просто N умножить на длину V с точки, в которой есть кривизна. Так ведь? Поэтому, на самом деле, у меня есть здесь очень простая формула, что это значит кривизна в этой точке умножить на N от S. А чему равна производная N с точкой от S? Ну, давайте думать, да, вот N от S имеет постоянную длину 1, поэтому N с точкой от S остагонален N от S. Смотрите, VN это акционармированный базис, поэтому из этого следует, что у меня на самом деле N с точкой от S, он пропорционален V от S с каким-то множителем, который тоже зависит от точки. Давайте его выищем, да, знаете, такая теоремофрена. Я утверждаю, что у нас значит V с точкой от S это K от S N от S а N с точкой от S это минус K от S V от S. Доказательство. Ну, как это доказательство? Уже просто смотрите, у нас вот V от S на N от S это всегда ноль, они всегда ортогональны. Подифференцируем. Тогда у меня будет V с точкой от S на N от S плюс V от S на N с точкой от S равно нулю. Да? Давайте мы подставим, да, значит, вот здесь мне будет просто значит K от S N от S умножить на N от S а здесь будет V от S а здесь я знаю это будет какой-то множитель на V от S равно нулю. Но смотрите, N единичный вектор, поэтому вот эта штука она просто равна K, а V тоже единичный вектор, поэтому отсюда это просто равно лямбре. Но отсюда просто следует, что вот эта самая лямбре она минус кривизна. Вот ровно это здесь и написано. Вот смотрите, как бы эта теорема она кажется такой очень простой. Но я уверяю вас, что вот весь наш дальнейший курс мы на самом деле будем постоянно обобщать эту теорему на какие-то более новые ситуации и узнавать в этих ситуациях что-то для нас новое в дифференциальной геометрии. Это значит это очень простая вещь, которая нам будет нужна. То есть, например, это простейший случай того, что у нас там связанность леви-чевиты на многообразии раскладывается на связанность леви-чевиты на подмногообразии плюс вторая патриотичная форма. Мы увидим, что это очень глубокая вещь. А давайте сейчас мы немножечко обсудим ее геометрический смысл, который нам позволит по-другому совершенно взглянуть на кривизну. Вот смотрите, вот у меня есть кривая. у меня есть две точки. Вот эта точка у меня точка гамма от S, вот эта у меня точка гамма от S плюс эйсилон. Вот у меня здесь есть этот репер, и вот здесь есть этот репер. А вот это у меня значит n от S, это у меня n от S плюс эйсилон, а вот это у меня значит v от S плюс эйсилон, а вот это у меня значит v от S. Очень хорошо. А вот я хочу понять, как мы переходим от одного к другому. Ну, смотрите, есть очень незамысловатая штука, то, что для любой функции f от s плюс ε равно f от s плюс ε f с точкой от s плюс o маленькая от ε. Сейчас там в ε слишком много завитушек. Вот, смотрите, это, если хотите, у вас там ряд Тейлора со старшим членом в форме пиано, а на самом деле это просто определение производной. Вот если вы все перенесете, кроме производной, в другую часть, то что у вас получится? У вас получится, что производная, это f от s плюс ε минус f от s поделить на ε. С точностью до u от ε. Поэтому это абсолютно тривиальная вещь. Так ведь? Отлично. Хорошо. Давайте я теперь сделаю это для n и v. Прекрасно, что у меня будет? Давайте смотреть. Это напишу здесь. v от s плюс ε равно v от s плюс ε. А кто у меня v с точкой? А v с точкой – это кривизна на n. И для n то же самое. n от s плюс ε равно n от s. А кто у меня n с точкой? Это минус k на v. минус ε от s на v от s плюс u от ε. Вот такая вот незамысловатая штука. А пересмотрите, что я хочу сделать. Давайте мы заметим, что у меня sin α – это α плюс o маленькая от α. А косинус α – это 1 плюс а маленькая от α. Так? Это незамысловатое утверждение. Давайте я с помощью этого преобразую мои предыдущие выражения. Смотрите, v от s плюс ε равно. Давайте я замечу, что у меня перед v стоит единица. А я эту единицу напишу как косинус от ε k от s. Плюс. Смотрите, а вот этот вот ε k от s я напишу как синус от ε k от s. Смотрите, вот у меня вот этот вот косинус отличается от единицы на какое-то о малое от ε. А вот этот синус отличается от вот этого ε k от s на ту же самую о малую от ε. Так ведь? А здесь я напишу n от s плюс ε равно. Только здесь я переставлю. Сперва напишу член с v. Это будет минус синус ε k от s, v от s плюс косинус от ε k от s, n от s плюс u от ε. Отлично. Вы скажете, ну, окей, я все понял уже, да? Что происходит? У меня есть ахтономированная базис v от s, n от s. И есть ахтономированная базис v от s плюс ε, n от s плюс ε. Переход от одного ахтономированного базиса к другому – это ахтогональная матрица, да? Этот переход в данном случае, да, он непрерывный, да, когда ε стремится к нулю. Поэтому это будет, значит, ахтогональная матрица 2 на 2, которая деформируется в торжественную, поэтому это будет поворот, да? Ахтогональная матрица 2 на 2 – это или поворот, или отражение, поэтому это поворот. А поворот устроен как? Косинус синус минус синус косинус, да? Поэтому здесь косинус синус минус синус косинус. Это неудивительно, да? Это тривиальное утверждение. Но смотрите, это поворот на какой-то угол φ, а здесь мы видим, чему равен этот угол φ, да? То есть мы видим, что у нас происходит поворот на угол ε на кривизну, значит, с точностью до О от ε. То есть то, что это поворот на какой-то угол – это не тривиальное утверждение, да? А вот то, что это с точностью до О от ε переход на вот такой угол – это замечательная вещь. Смотрите, я могу это интерпретировать так. Вот смотрите, вот у меня есть вот эта вот точка гамма от s, а есть точка гамма от s плюс ε. Как мне понять, что за угол? Ну, смотрите, у меня угол вращения вот этих вот двух базисов – это на самом деле угол между касательными векторами. Так ведь? Вот если у меня касательный вектор вращается на какой-то угол, то у меня нормально вращается на какой-то угол. Поэтому на самом деле, смотрите, я вот здесь провожу касательную. Я вот здесь провожу касательную. Между ними есть угол, да? Угол альфа. Он зависит и от s, и от ε, да? Это у меня угол вращения касательной. И я вижу, что у меня вот этот альфа от s, ε, это у меня ε k от s плюс u от ε. Я могу тогда взять и по-другому. Это переформулирую, вы смотрите, кривизна. Это у меня просто угловая скорость вращения касательной. Вот так. Или, может быть, сейчас, или, может быть, давайте я так это… Ой, сейчас так нет. Давайте я… Ай, 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 фу, фу, фу. Сейчас он мне плохо слушается. Давайте я это сдвину. И он написает, что это, смотрите, это предел, когда ε стремится к нулю, альфа от s ε поделить на ε. Вот так вот. То есть, смотрите, это значит, что кривизна – это угловая скорость вращения касательной. Кривизна плоской и кривой. Это у нас, значит, угловая скорость. Вращение касательной. Да, смотрите, я в каком-то месте здесь, возможно, не оговорив это. Смотрите, вот, вот когда я начал рассуждать вообще про вот эти вот вещи, да, я здесь рассматриваю, конечно, только плоские кривые. Вот здесь вот, начиная с этого места, я смотрю на плоские кривые. Потому что здесь, когда я начал говорить, что у меня V и N, то есть, вот, до вот этого места это все было вообще, да, а вот начиная с этого места, как бы, я использую то, что V и N – это базис. Здесь это только плоские кривые, да, вот. То есть, смотрите, значит, мы нашли вот эти вот формулы, да, вот, да, вот эти вот формулы в теореме Френе, да, вот это все. Это называется формулы Френе. Вот, значит, мы из этого выделили, что кривизна плоской кривой – это угловая скорость вращения касательной. Это такой другой способ определить кривизну, да, вот. Первый способ – это кривизна плоской кривой как ускорение по отношению к натуральному параметру. Вот второй способ эквивалентный, на самом деле, это угловая скорость вращения касательной. Есть еще третий способ, да, третий способ. Третий способ определить кривизну. Плоской кривой. Обратите внимание, что способ через ускорение, он работает в пространстве любой размерности, да, а вот через скорость вращения касательной и через кривизну плоской кривой мы это делаем только в плоскости. Вот смотрите, если у вас есть три точки, не лежащие на одной прямой, через них можно провести единственную окружность. Так, как это получилось, очень плохой, потому что, на самом деле, надо сперва наиксовать окружность, а потом там наиксовать три точки. Такой факт из школьной геометрии. Значит, через три точки, не лежащие на одной прямой, проходит единственная окружность. Как это доказать? Ну, очень просто. Смотрите, как вот у вас здесь вы проводите радиусы, да. Господи, какие-то не получили. Сейчас 7 кривой уже в руки ему стоит рисовать. Вот эти треугольники, вот смотрите, да, они равнобедренные, да. На равнобедренных треугольниках у вас что, как бы у вас серединный перпендикуляр проходит через вершину. Поэтому, на самом деле, вот у вас есть три точки, да, что вы делаете? Берете здесь, строите серединный перпендикуляр, берете здесь, строите серединный перпендикуляр, вот это вот центр. Так ведь? Вот. Понимаете, значит, это утверждение, оно, на самом деле, достаточно ясное. Да, как бы, если вы включили полиметры, то есть, смотрите, что я буду делать. А вот пусть у меня есть кривая, а я возьму на ней три точки. Это точки гамма от Эс, гамма от Эс плюс Эпсион и гамма от Эс минус Эпсион. Вот я проведу вот эту самую окружность, да. Эта окружность, она зависит и от Эс, и от Эпсион. Вот у нее есть радиус. Да. Вот этот радиус, он зависит и от Эс, и от Эпсион. А мы можем сказать, а вот что будет, если я возьму предел, когда Эпсион стремится к нулю? У меня тогда, значит, вот эти три точки, они стремятся в одну точку. Знаете, это как вот вы в школе определяете касательную графику, да, как вот у вас вот две точки, они вот, значит, стремятся друг к другу, и предельное положение прямой, да. А вот, то есть, как бы, как сказать, то есть касательная прямая, это такая соприкасающаяся прямая в точке. А здесь у вас в пределе будет такая, то, что называется, соприкасающаяся окружность. Вот у вас в листике будет одна из задач, которая говорит вам, что вот радиус соприкасающейся окружности в точке, он как-то связан с кривизной, да, поэтому, значит, вот можно кривизну, пользуясь этим, определить и через радиус соприкасающейся окружности. Ну, как вы догадываетесь, как бы, если кривизна... А, ну, смотрите, как бы... Как вы думаете, что будет соприкасающейся окружностью для окружности? Ну, окружность сама. А что вы знаете про связь ее радиуса с кривизной? Один на R? Ну, тогда вы знаете ответ в общем случае. Как определить кривизну через радиус соприкасающейся окружности. Вот. Ну, смотрите, что мы с вами будем делать дальше. На этом нам уже сегодня пора заканчивать. Мы в следующий раз, мы попытаемся написать формулу Френе для окружности в трехмерном пространстве, и мы увидим, что кроме кривизны там возникает еще что-то. Это что-то называется кручение. Да? Дальше мы с вами поймем, что на самом деле в каком-то смысле кривизна или в трехмерном случае кривизна и кручение полностью определяют кривую срочностью до ее... срочностью до изометрии плоскости или пространства. Понимаете? Вот у вас на самом деле, если вы знаете, что у вас ваша кривая имеет кривизну константу, то это будет или прямая, или окружная, да? Срочностью до сдвига или поворота. Дальше мы там это дело обобщим на кривые в многомерном пространстве, и потом мы двинемся в кривизну поверхности. Мы кривизну поверхности будем изучать с помощью сперва кривизны кривых, лежащих на этой поверхности, такой подход, восходящий к эйлеру. Мы на этом пути много чего узнаем, а потом мы увидим, что это путь такой, который малопродуктивный для многомерных пространств, и мы с вами выдумаем другой язык, который нас заведет очень далеко. Вот это такая наша программа на ближайшие лекции. Вопросы по этой лекции у нас есть? Кривизна, это получается внутренняя геометрия. Это кривизна внешняя, как бы. Внутренняя кривизна, она появляется только у поверхностей. Мы увидим, что вот у двумерных поверхностей в трехмерном пространстве у них есть две таких кривизны. Одна гауссова, а другая средняя. И вот средняя кривизна, она такая вот зависит, она зависит от объемающего пространства. А вот гауссова кривизна, она зависит только от самой поверхности, а не от вложений. Вот гауссова кривизна поверхности, это будет первый раз, когда мы увидим, что есть геометрический объект с внутренней геометрией, не зависящий от вложений. Это будет для нас чрезвычайно важным феноменом. Но у кривых внутренней геометрии нет. Они слишком простые. У нас тут, получается, зависит от векторов скорости, которые от объемающего зависят пространство. Или как? Не, ну в общем дело, понимаете, у вас любая прямая, у вас любая кривая параметриизуется натуральным параметром. Понимаете? Они устроены элементарно. А вот как мы увидим, как бы у вас, у поверхности уже есть внутренняя геометрия. Вы никогда не можете даже маленький кусочек сферы запараметриизовать как плоскость. У вас этого не выйдет. Ну, это мы будем обсуждать дальше. Можно еще раз объяснить, чему будет равен вот этот вот предел? Чему равен кто? Вот этот вот предел. Вот от F и E. Вот это вот R. А это ваше упражнение в листике будет. Это вы сами посчитаете без меня. Еще вопросы есть? Глобальный вопрос, как бы жизненный. Сколько нам нужно делать задач в каждом листке? Это как-то не оговаривалось, но, наверное, надо оговаривать. Понимаете, это вопрос очень сложный. Когда-то были времена, когда студенты решали почти все. Потом я ставил зачет уже за половину задач из листка. В последний раз я просил, чтобы решалось хотя бы три задачи из каждого листка и сдавших зачет в прошлом году, вот в осеннем смысле 19-го года, в конечном итоге двое. Поэтому давайте я по-прежнему буду просить решать три задачи из каждого листика в надежде, что это произойдет. То есть, понимаете, вот сейчас эти листики очень простые, и вы можете думать, что, господи, что там вообще решать, но вы увидите, что дальше в течение семестра задачи будут все более сложными, а жизненной энергии у вас все меньше. Поэтому давайте вот пока думать, что вот три. Хорошо? А зачет? Ну, для тех, кто как бы еще не бывал. Зачет – это означает, что мы к экзамену допущены, так? Ну, формально это дело разделено. То есть, формально правила такие, что у вас есть зачет, он по результатам решения листков в течение семестра, а есть экзамен, он по результатам экзамена. Но как бы для целей зачета в независимом, без зачета экзамен, он такой не засчитывается. То есть, если вы хотите там успешно получать стипендию в независимом, чтобы у вас экзамен был зачтен, нужно сдать и зачет, и экзамен. Спасибо. Ну, хорошо, тогда ладно. Давайте мы на этом будем заканчивать. Смотрите, как бы я не знаю, в каком виде будет происходить следующая лекция, что называется «Следите за объявлением». То есть, как бы, если я выздоровлю, то я буду читать ее в независимом, но, может быть, вас не будут пускать, поэтому я буду просто ее читать около доски, а вы будете ее смотреть дома. Вот. Если не будут пускать и меня тоже, тогда, значит, это будет снова так вот, знаете, вот сидя на диване, что называется. Если вдруг вас начнут пускать снова в независимый, мы тогда будем там все встречаться вместе. Но вообще, учитывая опыт весеннего семестра и роста заболеваемости сейчас, что-то мне говорит, что мы будем сидеть в онлайне долго. Ну, может быть, будут какие-то перемены в нашей участии в лучшую сторону. В общем, просто следите за объявлениями о нем. Все, что я могу вам сейчас сказать. Ну, на этом-то это все. До свидания. Можно вопрос? Да. Последний вопрос. Не по этой лекции, а неожиданно по первой лекции. Боже. Дело в том, что в двух курсах у вас и на дифференциальных уравнениях был определен коммутатор полей, и потом ни разу о нем не вспоминали. Он нам скоро понадобится. А, то есть он все-таки, то есть это не просто какая-то штука, которая есть? Ну, понимаете, например, из этого будет связывать, что связанность в касательном расслоении симметрична из того, что есть коммутатор. То есть нам это все понадобится. А, хорошо. Просто такая вот тайна в некотором смысле. Все будет. Определили. Окей, спасибо. Хорошо. Ну, ладно, тогда все давайте заканчиваем. До свидания. До свидания.